МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Керавник администрации президента Наталья Качанова уручила пашпарты юным грамадянам Беларуси. Головный герой урочистости – 27 подлетков из всех регионов Украины. Усеяны выдатники учебы, переможцы и призеры разных споборниц, фестиваля, конкурсов предметных олимпиад. Нагадаем, усебелорусская акция «Мы, грамадяне Беларуси», присвеченная Дню Конституции, стартовала сегодня во всех регионах. И она продолжится по 15-го саковика. Традиционно путевки у дорослое життя молодые люди отримают с рук керавников законодавчей и выканавчей улады, грамадских дечеев и других заслуженных и поваженных людей краины. Новым старшиней Гомельского областного совета депутатов обранная Катярина Зинкевич. На протягу 9-х годов она начальвала коллектив фонду «Гомель обломаемость». Сегодня отбылась первая сессия областного совета 28-го скликанья. За ее ходом сочил Олег Синцерову. Первая сессия имеет свои особливости. Значное место в ее работе займает организационная частка. Сгодно с 9-м законодавством сессию открывает старшиня областной выборчей комиссии Алексей Неверов, який еще раз огучивает выники местовых выборов. На 60 мандатов областный совет претендовали 147 кандидатов. 40% обранных были депутатами областного совета попередника скликанья. Каждый четвертый депутат Жанчина – 59 человек, мать вышедшего в эдукацию. Креху больше, как полового – 32 человеки. Его взросли от 41-х годов 50-х годов. В новом составе так само представники трех политических партий. И, беда, самые главные подчас работы сессии – выборы нового старшиня областного совета. Я хотел бы поддержать кандидату Екатерина Анатольевна Зинкевич. Около 10 лет мы рука об руку работаем в системе организации Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. И не понаслышке я знаю о тех успехах, которые имеет Гомельская область по линии, которую возглавляет на сегодняшний день Екатерина Анатольевна. Распоряжение государственным имуществом, влечением в хозяйственный оборот позволяет нашей области на протяжении многих лет занимать лидирующие позиции в этой части. Это на сегодняшний день является, на мой взгляд, актуальным, особенно по тем задачам, которые сегодня поставил президент. Это создание рабочих мест, это вовлечение имущества в хозяйственный оборот. Добра зачливость, отказность, потребованность за себя и подначальных, самокритичность. Депутаты перелечивают деловые и особистые якости претендента и переходят до тайного голосования. Для проведения выборов нового старшиня Гомельского областного совета депутатов подректовали две кабины для голосования и урну. Урна, как бачу, прозрисца, зараз у него ничего нема. Просто некаких хвилин все депутаты термают бюллетени и начнется непосредственное голосование. После подлеков голосов становится вядома новым старшиней Гомельского областного совета депутатов Абрана Катерина Зинкевич, которая на протягу девятих годов была директором фонда «Гомель Абромайомость». За ее кандидатуру проголосовали все депутаты. После протягу работы сессии новый керавник выказывает поддягу за доверие и каже, что ее головная задача на новой посаде – развитие территории. Причем эта задача будет решаться в тесном взаимодействии с органами выканавшей улады. Наведение порядка на земле, на всех территориях. Конечно, это работа предприятий. Конечно, это насущные проблемы каждого жителя. Мы сегодня должны помочь каждому желающему гражданину Республики Беларусь, Гомельской области, как трудоустроиться, так и организовать свое собственное дело. Подчас работы первой сессии депутаты обрали наместника старшине областного совета. Им стал головный урач областного шпиталя ветеранов войны Олег Киванцов, а так само затвердили состав президента и пяти постоянных комиссий. Олег Сентяров, Ёрген Макейнка, телерадокомпания «Гомель». Снежный соковик. Аномальная надворья на початку весны узбудоражила усих. Одны радовались, можно протягивать кататься с горок и ходить на лыжах. Инши обурались, дворы замяло, на машинах не проехать. Али на минулых выходных снег нарабил новые бяды. Размова об проваливании даху лядового катка. Кто виноват в этом здарении и как в уголе смагаются со снегом в «Гомеле»? Доведовалась Марина Джалая. Нагадаемо, в минулую субботу в «Гомеле» по тяжарам снегу на людей обрушился дах катка. Брезентовый шатер, натягнутый с допомогой тросов, лопнул. Снегом накрыла полову лядового покрытия и территорию ляборчиков. В тот момент на катку находилось больше за 60 человек. Пять граждан, в том числе два ребенка, были госпитализированы. По итогам осмотра четверо отпущены домой. Подразделениями МЧС проведены поисково-спасательные работы. Других пострадавших не обнаружено. Дорогие, одна женщина, Жихарка Калинковича, до этого часа застается под наглядом медиков. Она находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. Напереде широк обследований у тому, как минимум до конца тыня, потерпелая проведет тут. Состояние стабильное, помощь ей оказана в полном объеме, но еще сегодня это обследуется. Так, состояние не мешает опасения, легкая черпа мозговая травма. Будем надеяться, что шаг пойдется. Надзвичайное здарение на ледовом катку стало не шаканным, хиба только для тех, кто проводил тут субботний вечер. А вот уластники объекта могли не только спрагнозовать такую ситуацию, але не допустить ее, почистить дах. Причим, напоминь, об этом усе субъекты господара не отримали еще улютым. Контрольный для тех, кто предписание не выполнил, я шейный минулым тыднем. Але и тут не спрацовала. Сподевались, напевно, на красавик, який докладно растопить снег. Однако, як усе было на самой справе высветлить следство. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты тента со следами разрыва, а также видеозаписи камер видеонаблюдения. Опрошены работники ледового катка, пострадавшие медицинские работники. Проведен поквартирный обход прилегающих домов. Изъята строительно-техническая и служебная документация. В рамках проверки назначено проведение судебно-медицинских, строительно-технической и других экспертиз. До речи уже на протягу некольких опошних ден коммунальная служба выкористовывает усе резервы. На уборце снегу працуют больше 500 человек. Выведено свыше 81 экспецтехники. Наша сдымочная бригада проехала по улицах Гомеля. На масштабные снегоуборочные работы трапили у Любинске микрорайоне. Как сейчас вы видите, что работа продолжает на следующий момент и на одном из подразделений. Что да, к сожалению, не везде получилось доехать, но работы не останавливаются. Работы продолжаются и они выполняются. Перешкоджают наводить парадок на прилеглых территориях и неправильно припаркованные автомобили. Так уздолж подъезда покидать машины нельха. Коли б тут было свободно и транспорт стоял только на парковочных местах, спецтехника могла б пройти. В основном используется техника, это снегоуборочная на базе трактора МТЗ. Это впереди отвалы, сзади щетка. Поэтому они довольно-таки габаритные и есть неудобства при очистке дворовых территорий. Але и такая проблема. Будем сподеваться, наступной зимой не поустанем. Кожная служба сюрпризов сезону зарабила свои выводы. Например, жилево-коммунальная господарка Гомеля вырешила набыть компактную спецтехнику. Яка легка пройдя по узких дорогах и тротуарах. Тогда пешеходов и автомобилистов не смогут наполохать никакие снегопады. Марина Джала, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель». У Гомельского областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях новый керавник. Им стал полковник внутренней службы Сергей Дзечковский. Сегодня его представили коллективу. Даречи, будучи подначаленой новому керавнику, знаемая добра. Сергей Дзечковский два прошлые годы керавал Гомельским городским отделом по надзвычайных ситуациях. В своем первом интервью на новой посаде подтвердил, что целиком задоволены прационным курсом, узятым по передним керавником и будет старанно его подтримливать. Работа поставлена на очень высоком уровне. Мы постараемся удержать эту планку. Сделать все для того, чтобы Гомельская область на уровне республики выглядела достойно. Для того, чтобы мы все больше и больше помогали нашим людям. Люди как можно меньше нуждались в нас. По крайней мере, вся профилактическая работа и работа, не дай Бог, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, чтобы было у нас в редких случаях. Подразделения области на сегодняшний день в целом обеспечены, бой готовы. Нагадаем, был и начальник областного управления Анатоль Даугалявец, назначенный наместником министра по надзвычайных ситуациях. Протягиваем выпуск. С початку зимового сезона у чеканни эпидемичного уздыма у зроуню инфекционных захворваньев в белорусской прессе вздымалось питание, типа грожая эпидемия АДРУ нашей краине. Неспокойно сельництво подпитывали артыкулы у интернет-выданиях про колькость захворылых у краинах Заходней Европы. Але одна справа – статистика у тысячи хворых у далеких краинах и иншая несутешальная информация об эпидемичном уздыме у суседней Украине. Лабораторно подтвержденный АМАЛЬ-10 выпадков захворвания у Гродзинской в области. Кому варто турбоваться, а кому не, доведалася наш корреспондент Наталья Капрыленко. Рызыка захворять у Жахаров-Гомельщины грамадян Беларуси, які постоянно ободугий час проживают на територе нашей краины, минимальная. С 1987 года по национальному календарю вакцинации детям робят супротядру две пришепки. У 12 месяцев – у 6 годов. Жахарам региона, народженным до 1987 года, так само не варто не покояться, заполнивают медики. Бовязковая пришепка супротядру была уведена у Советским Союзе в 1967 году. Хай навод без повторной вакцинации, але люди середнего и старейшего поколения усе ровно не в зоне рызыки. Охват прививками у нас составляет более 28%, поэтому мы говорим о том, что дети нас защищены. Ну, конечно, если есть какие-то отказы, значит, к сожалению, такие случаи есть. Чаще всего это по каким-то религиозным соображениям. Если это лица 55 лет и старше, то, в принципе, они вполне могли допривычно еще переболеть. Это, ну, если они могут спросить, или кто-то даже помнит. У Гомельщина, приграничный регион, вядома грамадяне, якие навод не сбираются в Украину, те в заходние краины усе ровно не покоятся, те могут и не захворять на одер. В этом случае медики раець доведаться про свой пришепочный статус. Звездки о пришепках, сделанных у дитяшем узросе, повинны заховываться у медкарты. Когда бланка пришепок нема в поликлинице, махчимый он заховывается дома. До начала 2000-х в Беларуси практиковалась выдача карты пришепок на руки молодым людям, которые поступали в УНУ, средне-специальные и профессионально-техничные установки адекватии. Чтобы не хваляться, варто найти документы, проверить свой статус на одер. Можно так же распытать старших родных, тивых варели. Иммунитет после перенесенных захворываний заховывается на все житие. В свою очередь медики настойливые рекомендуют жихарам в области, которые отмывались от вакцинации и вакцинации своих детей, свернуться в поликлинику и зарабить пришепку. Миновит рост колькости отмыв от вакцинации в 2010-х года в Европе основанная причина захворывания сирот детей и молодых людей. Последние случаи кори у нас регистрировались в территории области в 2012 году один случай и в 2013 один случай. Это были случаи, которые были завезены из России и Украины. Но учитывая, что имеется подъем заболеваемости на территории Украины, это Одесская область, Ивано-Франковская область, ряд стран Западной Европы. В принципе, медицинской сельдью усилен контроль. Есть такое профилактическое направление, когда обращается человек с сыпью, если он куда-то выезжал, то медики проявляют настороженность. Если есть необходимость, есть показания, медицинские показания. Его проводят обследование на коре. В случае вертания с поездки за мяжу и изъявления симптомов инфекционного захворывания, конъюнктивит, повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, варта неоткладно звернуться до врача. Наталья Каприленко, Яугин Макеенко, телерадио «Компания Гомель». 15-го соковика будет означаться Сусветный день обороны правоуспожилцов. С этой на годы в регионе пройдут мероприемства по информовании и консультовании насельництва. У Гомельской в области функции по обороне правоуспожилцов житявляют 23 уповноваженные по обороне правоуспожилцов областного, городского и районных выканавших комитетов. За 2017 год ими разлежено коля 700 зворотов громадян. Як правило, они тычилися сферы гандлю, бытового обслуговывання, громадского харчавання, оказання платных послуг. Основную удельную вагу у структуры зворотов складая гандаль. Найбольшая колькасть скаргау до якости товаров и покупок праз интернет-магазины. Заразу в области денечая свыше 700 интернет-магазинов. За опошние 7 годов их колькасть повеличилась амалю 8 разов. Все лето день с пожилца пройдя под девизом взробим лишбовые рынки справедливыми и сумленными. Будут организованы горячие телефонные линии при местных исполнительных и распорядительных органах. Полномоченные по защите прав потребителей будут отвечать на вопросы, которые будут поступать от граждан. Также запланировано размещение в средствах массовой информации. Будут также организованы консультационные пункты в крупных объектах торговли. Также будут бесплатно раздаваться нашим потребителям памятки, и как себя вести в случае, если они приобрели товар ненадлежащего качества. То есть куда обращаться, какие действия принимать самим, чтобы защитить свои права как потребителя. Контактные дадены у полноваженных и громадских объединений, которые ожитивляют оборону права у спожилцов на территории нашей области, размещены на сайтах облывыконкам и местовых выканавчих и распорядших органов. Так само тут можно найти корыстную информацию об правах спожилцов и узоре оформления исковых заяв и претензий. Старшиня комитета державного контроля в Гомельской области Александр Атрощенко и прокурор Гомельской области Виктор Морозов проведут совместный прием граждан. И он пройдет 15-го соковика за 12 до 12 годин у будинку Гомельского гарвыконкама. Почас особистого приема граждане смогут поведомить про факты порушения законодавства, без господарчасти, обмерковать работу службовых особ, контролючих и наглядных органов. Кожный зворот и конструктивные пропановы будут разгляджены у рамках компетенции ведомства. У початку этого дня в регионе будет воблачно и ветрано, однако слупок термометра не опустится ниже за ноль. Завтра в день синоптики прогнозуют до 5 градусов тепла и дробный дождь, а вот с середины тыдня характер на дворье изменится. С середины снова начинает холодать, мягчим и мокрый снег. Сдавалась бы климатичная весна на подыходе, однако в пятницу в регионе снова ждет до 2 градусов ниже за нулю день и до минус 4 ночи из-за вируха. На выходных по холоданию смоцнется до минус 7 в день. ГТА, так само и иншие новины, вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.cvrgomil.by. Далее у эфиры де-факто и спортивные огляды. Я с вами разведываюсь, доброго вам вечера и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В результате лобового столкновения автомобилей под Светлогорском погибли два человека. Оба – 56-летние пассажиры ленд-дровера, водитель которого пренебрег требованиями ПДД и, совершая обгон на небезопасном участке дороги, столкнулся на встречной полосе с автомобилем «Мерседес-Бенц». На место ДТП выехали несколько машин скорой помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля «Ленд-Дровер» погибли на месте происшествия. Также три пассажира автомобиля «Ленд-Дровер» и один пассажир автомобиля «Мерседес» были госпитализированы в больницу. Чуть ее не подвело. Обыкновенная проверка автомобилей сотрудниками ГАИ раскрыла незаконную перевозку 600 литров дизельного топлива. После досмотра машины и обнаружения емкости с содержимым водитель пояснил, что приобрел топливо на АЗС два года назад. Но подтверждающих документов не нашлось. В отношении правонарушителя проводится проверка. Ему грозит до 100 базовых величин штрафа за перевозку более 100 литров топлива. В Добружском районе при пожаре дачного дома пострадал пенсионер. До прибытия первых подразделений МЧС мужчина пытался самостоятельно потушить возгорание, в результате чего получил ожоги рук и головы. Хозяин дачи госпитализирован. Наши работники благодаря грамотным действиям быстро потушили возгорание внутри дома и не допустили распространения пожара на весь дом. А прошлой ночью в Гомеле спасатели тушили сразу три автомобиля. Первым загорелся Рено Лагуна. Для его тушения и была вызвана бригада МЧС. Но затем огонь повредил стоявшие по соседству машины Тойота РАВ-4 и Опель Астра. Подразделениями были произведены необходимые действия по тушению пожара. Причина пожара устанавливается. Одна из предполагаемых версий – это поджог. Таков обзор происшествий к этому часу. Берегите себя и своих близких. До свидания. Два тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. 22-й удачно сложился для представителей нашего региона. Светлогорск добыл очко в домашнем поединке против Щучина. Игра завершилась в ничью 4-4. Гомельская команда БЧ в поединке с аутсайдером турнира «Динамо БНТУ» своего не упустила. Победа со счетом 6-1. Еще одна гомельская дружина ВРЗ также праздновала викторию. На домашней арене вагоностроители с минимальным счетом обыграли претендента на место в первой четверке Могилевский Форте. Единственный мяч в этой встрече за 4 минуты до финальной сирены забил Лемешко. В 23-м туре вагоностроители также пополнили свою очковую копилку тремя баллами. И вновь в поединке с одним из лидеров чемпионата. Столица капитулировала на своем паркете 3-4. Железнодорожники вернулись с тремя очками из Микошевичей. Игра между Гранитом и БЧ также завершилась с отсчетом 4-3 в пользу гостей. Победу гомельская дружина вырвала на последней минуте. Матча обнатличился Кусков. Светлогорск без вариантов на выезде уступил Витену 2-14. За 7 туров до окончания регулярного этапа уже вырисовывается примерный состав участников стадии плей-офф. Охрана Динамо и Гранит имеют шансы дотянуться до восьмерки сильнейших. Однако сделать это будет непросто. Как распределяться места в первой четверке также пока сказать сложно. Тут вся борьба впереди. В женском чемпионате Беларуси по гандболу позади первый этап. К сожалению, гандболисткам Гомеле не удалось завершить его победой. В заключительном туре четвертого круга команда Тома Жичатера на домашнем паркете принимала столичный БНТУ БелАЗ. Начали команды ровно, обмениваясь не только результативными атаками, но и ошибками. Дружины не отпускали друг друга далеко в счете. Во второй половине тайма гомельчанок немного подвела дисциплина. Несколько двухминутных удалений вынудили хозяек площадки, играть в атаки с оглядкой на собственные ворота. Это сказалось на счете. Подопечные Константина Шароварова по итогу первого получаса игры вели в счете 15-11. После перерыва гомельчанки к радости трибун быстро вернулись в игру. Строгие действия в обороне и непривычные для белорусского женского гандбола тренерские решения в атаке. Галкипер Валентина Кумпель уступала место на площадке полевому игроку. Позволили хозяйкам нивелировать отставание и выйти вперед в счете. Правда, создать комфортный гандикап так и не удалось. И матч перетек в нервную концовку. Минчанки оказались хладнокровнее и довели игру до победы 24-22. Матч очень тяжелый. Если первая половина как бы прошла более-менее спокойно с явным преимуществом, вторая, понятно, что выровнялась игра и пошли качели. Ну, рад, что на этих качелях устояли. Немножко первый тайм провалили, я бы сказала. Во втором тайме вышли, настроились. Опять же, ну где-то чуть-чуть не получилось. Обидно только то, что проиграли дома на домашней площадке. А так, в принципе, по игре все, в принципе, хорошо. Есть кое-какие там проблемы в некоторых моментах. Я думаю, мы их доработаем. Вот. И я думаю, все. Будет у нас в кармане. Второй этап БНТУ начинает, имея четырехочковое преимущество перед Гомелем. Также в сильнейшую группу чемпионата попали Гордничанка и Витебчанка. Напомню, что на втором этапе чемпионата команды проведут четырехкруговой турнир. По итогам которого и определится чемпион и призеры. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге плей-офф в самом разгаре. Завтра Гродненский Неман и обидчик Гомеля в четвертьфинале Динамо Молодечном начнут борьбу за путевку в главную серию Кубка Президента. Полуфинальное противостояние столичной юности из Солигорского Шахтера стартует 15 марта. Напомню, что полуфиналы длятся до четырех побед одной из дружин. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.